Танаха 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 10 глава Стих 17 Благо тебе земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения. Ищетель говорит, что пресыщение было одним из основных беззаконий Содома. 16 глава, 49 стих. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее. В гордости, в пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. Обратим внимание, что в то время, как гордость и надменность, а также упование на богатство, это грехи сердца и ума, то есть неправильное отношение к себе, к Богу и к богатству, пресыщение это злоупотребление богатством, то есть неправильное использование богатства. О том, как обращаться с богатством или с деньгами, мы поговорим подробно в третьей части нашей программы, а сейчас мы продолжаем разговор о том, как относиться к ним. И стихи из Тараха, которые мы сейчас прочитали, показывают, что богатство это благословение, но только если, если, его обладатель, как сказано в псалмах, не прилагает к нему сердце. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Это псалом 61 из стиха 11. Несколько слов. Теперь давайте посмотрим, всякий ли нищий или бедняк, это обязательно грешник, проклятый богом за свои грехи. Во второзаконе, в главе 15 есть такие слова, со стиха 7 я читаю. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим. Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль, приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо возобьет он на тебя Господу и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать, ему не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками». 11 стих, обратите внимание, «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, поэтому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Что здесь говорит Моше? Моше говорит, нищие будут среди земли Израиля всегда. То есть, даже когда народ в целом живет под благословением Божьим, будут нищие. Однако при этом они не будут страдать, и они не будут погибать от своей нищеты. Ведь если Израиль исполняет заповеди Тары, которые мы сейчас прочитали, то нищий не останется голодным, о нем позаботятся. Другие люди будут относиться к нему как к брату, а не как к изгою. Они будут считать его своим, слово «свой», «твоему», точнее, простите. Повторяется в стихе 11 несколько раз, я прочитаю его еще раз. «Отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Это значит, что на него не должны смотреть, как на грешника, которому место где-то там, вне стана, а то и вовсе побить его камнями. И так истребить тло из Израиля. Ничего подобного. Исход, 22 глава, стихи с 25 по 27. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего до захождения солнца, возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем будет он спать. «Итак, когда он возопьет ко мне, я, — говорит Господь, — я услышу, ибо я милосерд». Бог говорит, что если в его народе есть бедный человек, у которого всего одна одежда, и он возопьет к нему, то Бог услышит его по своему милосердию. Но мы знаем, что грешника Бог не слышит. Если Бог услышит бедного человека, это значит, что не каждый бедный человек или нищий — грешник, неугодный Богу и проклятый. Прочитаем еще раз в притчах из 28 главы 11 стих. «Человек богатый мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его». Не каждый бедняк умен, но глупости бедность тоже не нужно приравнивать. Среди бедняков, говорит нам автор притч, в этом стихе попадаются иногда очень мудрые и благочестивые люди. То же самое говорит Экклесиаст. В книге Экклесиаста, в главе 9, я прочитаю стихи с 13 по 15. «Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. Однако, никто не вспоминал об этом бедном человеке». Итак, мы с вами видим, что с нищетой тоже не все однозначно. Конечно, обеднев можно, как сказал Агур в 30 главе притч, начать красть и употреблять имя Бога моего в суе. Но это происходит не со всеми и не всегда. Есть бедняки и молитвы, которые Господь слышит, даже не хуже, чем молитвы богатых людей, а то и лучше. Таким образом, в Танахе, на самом-то деле, картина совсем не черно-белая. Запомним это. И теперь давайте обратимся к Новому Завету. Начнем с известной истории о богатом юноше. Прочитаем из Евангелия от Марка, простите, из 10 главы, стихи 17 по 20. Когда выходил он, речь идет о Ишуо, в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благем? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Что здесь происходит? Еврейский молодой человек спрашивает Ишуа, как иметь жизнь вечную. Ишуа, как хороший учитель Тарын, отправляет его куда? К заповедям. И перечисляет несколько из них. Все они, заповеди, которые он перечислил, регулируют человеческие отношения. За исключением одной, не обижай, они все написаны были на скрижалях завета. На это юноша отвечает, «Все это сохранил я от юности своей». Другими словами, я всегда с молодым соблюдал все эти заповеди. Что он имеет в виду, говоря «все это»? Только те заповеди, которые Ишуа перечислил? Нет. Он имеет в виду не только эти заповеди, но и прежде всего все остальные из десяти заповедей. Почему тоже их? Потому что Ишуа, перечислив несколько последних заповедей, последних из списка десяти, относящихся непосредственно к отношениям людей друг с другом, подразумевал исполнение первых нескольких заповедей, регулирующих отношения человека и Бога, как нечто само собой разумеющееся. Ведь какой смысл рассуждать о жизни вечной и исполнении заповедей по отношению к ближнему, если прежде всего не чтить Господа Бога, который дал эти заповеди? Первая и наибольшая заповедь – это ведь не быть моральным человеком, а любить Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всеми силами твоими, всей крепостью твоей. Мораль важна, но она идет лишь потом. И, конечно же, молодой человек, который был воспитан не в гуманистической традиции, а в еврейской, прекрасно это понимал. И понял Ишуа именно так, я думаю. И поэтому его ответ «все это сохранил я от юности моей» означает, что он уверен, что с соблюдением всех заповедей Тары, которые евреи должны соблюдать, у него полный порядок. Читаем нашу историю дальше. Стих 21. «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Иногда эти слова тратуют так, будто Ишуа принял ответ этого парня. «Ах, детсказь, у тебя с заповедями Тары все в порядке? Ну, спасибо, что проинформировал. Очень рад за тебя, отлично. Теперь можем идти дальше, к более продвинутым, как сейчас говорят, вещам. Вот тебе, молодой человек, 614 заповедь, новозаветная, Тарею нет. Она специально для богатых, которые интересуются жизнью вечной. Все продай, раздай все нищим, после этого приходи ко мне, иди за мной, взяв свой крест. «Если это сделаешь, будет тебе жизнь вечная». Ишуа имел в виду совсем не это. Он просто хотел, чтобы парень избавился от иллюзий, с которой он жил. Иллюзия о том, что с заповедями Тары у него полный порядок. Что хотел Ишуа? Он хотел, чтобы парень понял, как у него обстоят дела с исполнением самой первой заповеди, которую Ишуа подразумевал. О любви к Господу. Что она говорит в тексте, где написаны все 10 заповедей? «Я Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у Тебя других богов перед лицом Моим». О том, исполнял ли юноша эту заповедь, мы узнаем из следующего стиха в нашем тексте Евангелия от Марка. В 10 главе, стих 22. «Он же, то есть юноша, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Мысль о расставании со всем своим имуществом повергла молодого человека в смущение и печаль. Его вопрос о жизни вечной как-то сразу отошел на второй план. Эта его реакция хорошо показывает, к чему было привязано его сердце и кто на самом деле был его богом. Юноша, вероятно, действительно не прелюбодействовал, не крал, не почитал родителей. Однако при этом и при всем своем богатстве он был очень далек от Бога. Стих 23. «И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно, имеющим богатство, войти в Царство Божие». Стих 24. «Ученики ужаснулись от слов Его». Такая реакция учеников на слова Ишуа иногда бывает и сегодня. Но Иисус опять говорит им в ответ. «Дети, как трудно, надеющимся на богатство, войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Что говорит Ишуа? Ишуа говорит, что богатому спастись трудно. Почему? Неужели для того, чтобы спастись, нужно быть бедным? Конечно, нет. Ишуа поясняет, что дело не в самом богатстве, а в надежде. То есть в уповании на богатство. Он фактически говорит, что если уж не всегда, то очень часто люди, имеющие богатство, уповают на него. То есть они обожествляют богатство, и оно становится их идолом. А это уже очень серьезная проблема. Апостол Павел пишет в первом послании Тимофею, главе 6 стихе 17. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Увещевание это необходимо, иначе бы святой дух не побудил апостола включить его в свое послание. Очевидно, он считал, что богатые, как правило, искушаемые, во-первых, думать о себе высоко, и во-вторых, уповать на богатство. Мы уже знакомы с этой опасностью из Танаха. В притчах 28 главе 11 стихе сказано, что человек богатый мудрец в глазах своих. Однако, давайте обратим внимание на несколько вещей. Павел не говорит богатым, что они все как один, без исключения, должны обязательно расстаться с богатством, иначе они просто обречены. Он говорит, что им просто нужно следить за собой, оставаться смиренными и не уповать на богатство. Это не единственное, что он говорит, потому что дальше в следующем стихе мы прочитаем еще некоторые важные вещи о том, как распоряжаться богатством. Но это первое, что он говорит об отношении к себе и к богатству. Далее. Согласно Павлу, бог живой, дает нам все обильно для наслаждения. В буквальном переводе эти слова звучат так. Предоставляющего нам все богато для вкушения. Наш бог богатый, и он искрягал. Он готов предоставить своим детям в избытке все удовольствия, как для тела, так и для души. Если, конечно, они умеют обращаться с ними во благо себе. То есть, как он и задумал, а не во вред. О том же самом учат на горной проповеди Ишуа. Давайте послушаем его замечательные слова о нашем Отце Небесном. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице. И Отец ваш, Небесный, питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Посмотрите на полевые лилии. Как они трудятся. Простите, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь. Бог так одевает. Кольный пачи, написано в синодальном переводе. Насколько более, тем более, говорит Ишуа, вас, маловеры. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает. И ищущий находит. И стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Или, когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злым, умеете даяние благие, то есть добрые дары, хорошие вещи давать детям вашим, тем более, отец ваш небесный даст благо просящим у него. Потрясающие слова. Они говорят об отцовской доброте, заботе и щедрости. И Ишуа, и Павел в послании к Тимофею говорят об одном и том же. Это второе, на что я хотел обратить внимание в словах Павла к Тимофею. В его наставлении богатым. И последнее, что Павел там говорит. Павел там богатство называет неверным. А богатые, он называет их богатыми в настоящем веке. Запомним это. Потому что об этом мы еще поговорим чуть-чуть позже. Но сейчас давайте сделаем коротенький вывод по истории о богатом юноше. Эта история говорит нам, в общем-то, то же самое, что говорит Танах. Богатство, которое само по себе является Божьим благословением, способно увести человека от Бога. Точнее, человек может начать уповать на него. И тем самым фактически забыть Бога. Однако понятно, что это не является непреложным правилом. Иначе бы Писание просто однозначно поверевало бы всем богатым расстаться со своим богатством. Другими словами, возможно быть богатым и не уповать на богатство.